Я раздаю детям семена. Они их садят в горшок и поливают. И ставят на солнце. Когда вылезают ростки, я их накрываю, чтобы дети поняли, что растение не растёт само по себе. Ему нужны солнце, вода, земля, температура, лето, притяжение, всё-всё. Чтобы дети поняли. Затем я снова говорю им накрыть растение от солнца и взяться за руки. Скажем, десять их ребят. И молиться. При закрытом солнце. И дети молятся. Растение начинает вянуть. Я говорю, давайте больше круг, сильнее молитесь. В Библии написано, что на все молитвы отвечают. Они держатся за руки и молятся, а растение умирает. Понятно? Они говорят, давайте лучше уберём экран, чтобы солнце всё-таки светило. Или я оставляю солнце. Но мы перестаём поливать и молимся. Понимаете? Чтобы дети поняли, что молитва без полива, без солнца не работает. Почему мужик без глаза не просит у Бога новый глаз? Потому что это не поможет. По той же причине мужик без ноги не идёт в церковь и не говорит «Боже, не спошли мне новую ногу». Видишь, я без ноги. Бах! Новая нога. Люди не молятся о таких вещах. И это тоже реальность. Будь на свете Бог, он помогал бы им. Но до сих пор ни одного случая, чтобы человек помолился и ему вернули глаз или ногу или руку. Такого просто не бывает. Хотя в Библии написано, что Бог отвечает на все молитвы. И вместо того, чтобы сказать «это неправда», я даю детям самим проверить. Вот они и становятся не как все дети. Не потому что поверили мне на слово, а потому что убедились на личном опыте. Это называется практическое обучение. Учиться по книгам хорошо, но нужно давать практику, чтобы дети сами видели, что растениям нужны вода и свет и температура. И много всего разного нужно. Сами они не растут. Ну ладно, ребята. Берите что там. Не надо. Давайте работайте. Мы работаем каждый день. Суббота, воскресенье, понедельник. Без отпусков. Мы работаем, потому что ситуация ухудшается. И я боюсь за будущее человечества. Так что нам нельзя отдыхать и надеяться, что всё само образуется. Не образуется.